здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях художник педагог елена михайловна байрамова здравствуйте лена михайловна здравствуйте ну вот мы выяснили до начала программы что я михайловна заканчивала нынешнего тоже московский называется педагогический государственный университет я там сейчас преподаю и мы выяснили что вот это слово педагог стики идет оттуда но как вы решили стать педагогом родители направили не сама на самом деле наверное все девочки еще с детства да не как-то вот приходя в детский сад они хотят быть воспитателями приходя в школу они хотят быть учителями вот и наверное у меня образу и подобию ну потому что наверное кто лидер на того и хотят быть похожими вот и я такая еще тоже лидирующий была в классе актеристка да как раньше говорили да вот это комсомолка красавица активистка отличница все про меня спортсменка и я все долго очень выбирала между музыкой и рисованием уже с творческой роман от мне очень это нравилось да тогда еще но кружки у нас были бесплатные но у нас очень часто менялись руководители поэтому я нигде не могла остановиться нарисовать и петь мне нравилось больше всего ну а вы понимаете что обычно когда у ребенка проявляются творческие способности если он не в творческой семье например вырос что естественно вот родители обычно говорят что давай во что-то серьезное какой-то там там экономический сейчас там юридические или в наше время там физический физмат какой-нибудь или вам сразу сказали что иди девочка учись на педагога вот художника у меня мама она в свое время когда собиралась идти на зоотехника нет на учителя она очень хотела быть учителем дедушка и бабушка тоже учителя и дедушка сказала нет он видел что у них ветеринаров в деревне получают больше и он решил что это касается профессии они характера вы понимаете куда да 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 и да и мама пронесла это через всю жизнь и она поэтому когда я сказал мам ну я не думаю что я хочу закончить 10 классов я вас хочу получить просить у нас было рядом училище художественно-музыкально и я говорю я лучше вот наверное еще дополнительно два года у меня уже на руках будет профессия если мне понравится я пойду в институт вот так вот я тогда решил и мама сказал делать что хочешь что меня в свое время останавливали поэтому только ты несешь ответственность за приняты выбор вот так она мне сказала а как вообще родители относились к вашей творческой составляющей а мы все же дети там рано или поздно что-то кто-то мастерит кто-то пишет кто-то делает это чаще кто-то реже ну я даже вот я сейчас не помню жить бы очень давно да но у меня папа рисовал он у него не было никакого специального образования но я так вот сейчас подозреваю это тоже был очень давно сейчас его уже нет в этом мире он все время что-то рисовал и вот может быть даже может не столько мои способности сколько то как он это делал это меня вот увлекло а еще самый самый веселый вот от чего мои вообще вот эти вот как бы движение сторону именно изобразительного искусства пошло во втором классе по моему мы в школе рисовали петуха я чё-то я же отличница мне надо быстрее лучше я уже нарисовала еще полу рука не прошло и смотрю моего соседа петух лучше а землю ну почему у меня такой кургузой я нарисовала еще раз и после этого вот я этот момент очень хорошо помню и после этого я уже никуда не торопилась я всегда старалась сделать красиво и интересно это на тот на то понимание кто того возраста и вы получили вот это вот в творческое образование ну я вот сначала училище закончила я даже год поработала в школе то и потом я урок рисования до до рисования черчения и я решила что я все-таки наверное пойду учиться потому что мне это нравится вот рисование черчения тоже сайте разные вещи тот кто рисует не всегда может чертить я-то черчения находил верно обучали если вы говорите про мгпо да то там два факультета там вот ну во всяком случае было это в наше время не два факультета как бы два потока где у нас вот рисование черчения и рисование и декоративно прикладное искусство вот я попала на черчение я кстати защищалась по черчению я даже уже до до того как закончить до за год наверное я уже в школе преподавала там московская недалеко того места где мы жили и я вот на основании того материала который я собрала вот работая в школе я защитил диплом ну вот видите как вот такой путь ну а тут наверное надо сказать большое спасибо вашей маме что она так вот поступила и в итоге вы потом все-таки окончив вуз и сейчас у вас вот этот звание художника педагога это возникает сразу естественный вопрос потому что мы дальше пойдем а как можно научить а как вот вы уже как педагог выступаете то есть уже ваша непосредственно деятельность вы скажите мне пожалуйста кого у вас больше то художника или педагога вы знаете поскольку я уже человек возрастной да я периодически как человек мудрый я оглядываясь назад думают кем бы я была если разделить если педагогом да и если бы не художником ну про художника я думаю точно я бы наверно играл на фортепиано то это вот точно но тоже смешно и такое смешно вы я смешно делала выбор когда выбирал между рисованием и музыкой я думал ну вот пианино я с собой не могу никуда взять а уж и чуть никто я смогу взять собой поэтому я все-таки выбираю рисование да то есть вас немножечко практицизм не книги рисует был за то что касается то что я вот сейчас как педагог я думаю что я наверное мне так нравится когда у моих учеников у моих подопечных получается что-то интересное что ты тоже как они себя могут выразить мне это так нравится и потому что у меня одно видение да ну да да они с такой стороны посмотрели что нет вот восхищает и я вот именно этого хочу и я как будто как будто это я вот сделала вы знаете вот когда ты видишь не только свою работу а ты видишь себя во множестве работ вот понимаете меня и ну да да получается ну вот я был на выставке школы рубинса и как люди воспринимают те кто не понимает о чем идет речь и приходит на рубинса и думают а что ж такое везде написан рубинс а рубинса то нет вот потом когда ну читаю час на всех выставках много всегда информации всевозможное что целая такая эпоха рубинса его жизнь его занятия помимо вообще искусства и это вот те самые люди которые в некой школе рубинса творили фактически вы художник который может раствориться во всех этих детях которых вы готовите можно так сказать какой-то стиль но вы знаете поскольку у меня педагогический опыт уже за 38 лет так даже может и побольше уже армия да потому что первый раз я пошла наверно преподавать 17 лет нужно как бы когда мы начали практику проходить и нам сказали вот там учителя нет можешь поработать то есть я в 17 лет я уже какие-то мне там копейки платили но я уже как бы работала и у меня всегда был такой внешний вид я была выглядела моложе своих лет и меня не воспринимали учителем совершенно даже потом когда вот я первый год работала все думали что я старшеклассница больше 16 мне не давали и вот тогда было вот это была сложность сегодня конечно это совершенно по-другому и я на самом деле вижу во многих людях способности как сказал я еще работала в институте дизайна костюм у меня была кафедра костюма я была завкафедрой и ректор тогда этого института он говорил талантливых мало есть способны и поэтому выговорит не или михал не разбрасывайте с такими словами и способности у людей очень много и я вот всегда за то что рисовать могут все просто рука и голова не не у всех дружит их надо научить дружить соединить воедино чтобы они послушались друг другу вот это рисование а творчество это немножко другой творчество это как ты видишь мир да какие творчество как ты насколько насколько тебя богатый в жизненный опыт какой у тебя интересный внутренний мир вот когда ты умеет когда голова с рукой дрожит вы человек может это выплеснуть на что-то там скульптуру на холст на бумагу вот тогда это творчество это еще такой ассоциативный ряд уметь выстроить а вот ассоциации и визуализировать что-то вот почему потому что вот я знавал тоже людей нужны знаю художник как тут правильно назвать вот спрашиваешь но ты можешь что-то из головы сесть и написать да на холсте нет даешь ему вот любую чтобы он что-то видел ну как перевесовщик да ну просто один в один это большая раз да 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 потому что уметь мыслить и когда рука только дружит головой это о чем вы говорите да это когда технологически технически ты можешь да вот это еще про это может конечно мастерство давайте человек который делает чисто четко красиво аккуратно это мастерство а сделать что-то неординарное это может только творческий человек на самом деле который вот как раз может себя выплеснуть не повторить а выплеснуть найти свое что-то но вот наверно поэтому здесь и дается объяснение тем людям которые идут где-нибудь в москве переходе парк горького или например приходит здесь к нам городском округе люберцы в галерею посмотреть картины и думают почему вот эти картины висят в музее а эти картины где-нибудь там на улице продают причем иногда продают за довольно таки солидные деньги вроде бы все правильно вот там все тот пейзаж там цветочки все но вот опять же есть понимание что есть просто мастерское исполнение ну достойно для того чтобы до приобрести его может быть и повесить где-нибудь все на даче а есть уже произведение искусства это уже немножко иная ветвь я все время меня извините да я перевела меня все время спрашивают квадрат могли малевич да вот это вот как бы притчевый язык это спрашивали все тем более кроме детства детсадовских детям несколько квадратов да там и красные и белые да там много квадратов это это время такое было футуризма вот в россии да когда все символизировали это некая философия потому что в то время да это каждый вид искусства и каждое течение которое появляется в любом виде искусств даже в архитектуре да как бы это тоже изобразительное искусство в любом виде изобразительного искусства она всегда связана с теми политическими событиями которые происходят ну конечно ну ты в стране в мире и эти течения они при возникают не просто так не на пустом месте и поэтому вот когда появляются таки немножко на наш взгляд да на сегодняшний странные какие-то изображения хочется спросить да да что это да что на самом деле должно пройти время чтобы понять это бред сивой кобылы или это на самом деле просто видение того времени но я вот всегда студентам своим говорю что если увидеть черный квадрат ну во первых его надо смотреть не к сожалению или к счастью в интернете его нужно все таки посмотреть живьем и в общем то для меня это некий экран который ты заглядываешь и можешь увидеть то что хочешь увидеть только ты то что ты визуализировать хочешь только ты и только то что тебя может быть волнует мало того если отбросить творческую романтическую какую угодно составляющую то чем мы с вами говорили там даже технически присмотреться он не совсем черный там есть всякие да но это философия до малевич он вообще философ он написал вот такие вот два тома посвященной цвету посвящена вот этому времени когда вот он они создавали свое течение своей школы они шагалом там какое-то время но жили но вот они создали это течение и мы еще должны понимать что это было во время времена сталина да 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 и ты вот нарисовал квадрат любой белый красный черный неважно да а там все есть потому что черный и белый цвет это цвета одного и того же ну тем более там внутри поэтому там как вы правильно сказать там все изображения которые ты сможешь там увидеть все вот да это такой может быть а-ля телевизор да 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 аля монитор да сейчас мы сделаем небольшую паузу напомню что с михалом и начали так глобально теперь же поговорим а как вот соединить художника-педагога и ребенка чтобы вот он как вы говорите действительно получал удовольствие дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях художник-педагог елена михайловна байрамова мы даже немножечко коснулись уже истории футуризма в первой части но потому что мы пытаемся объяснить что искусство конечно же но и облагораживает иногда заставляет задуматься иногда даже влияет на какие-то отрицательные стороны нашего характера но для этого и существуют педагогика если зайти сейчас библиотеку я думаю что елена михайловна меня тут поддержит для тех или например в книжный магазин там есть масса книг и очень кстати дорогих которые пытаются объяснить что художник пытался выразить в этой картине люди готовы платить за это деньги потому что не каждый человек сознание понять что изображено ну там известная история мон и лизы потому что я например считаю что то что я считаю а просто но я готовил читал там какие-то материалы что ей конечно повезло что ее украли если бы ее не украли на каком-то этапе но было бы известно солидная картина леонардо да винчи там была история это уже другой момент я хотел бы вот на две части разбить одно дело научить ребенка как вы сказали руками и с головой чтобы все соединить до чтобы он мог написать на сначала нарисовать написать до сих пор же у нас многие взрослые люди считают что картины рисуют на самом деле их пишут или там создают на другое дело когда ребенка еще научить понимать искусство вот как эти две составляющие два вектора работают вашей практике на самом деле я вот академический педагог потому что сама проходила академическую школу и в училище и в институте поэтому вот то что сейчас предлагают предположим да вот эти экспресс-курсы эти мастер-классы вот это на мой взгляд они наверное полезны для домохозяйства вот знаете который каким-то образом хотят украсить свой быт да да развлечься немножко отвлечься я бы даже как вы знаете я даже вам могу сказать что это очень полезное занятие потому что во первых люди работают руками а это всегда связано с мозгом даст развитие мог человек который даже вяжет его мозг он профункционирует гораздо дольше человек который вышивает да то есть это мелкая моторика это очень сильно воздействует на память на видение и человек который я вот вам сразу хочу сказать я всегда это всем говорю что человек которая рисует у него меньше безвыходных ситуаций а вот кстати сразу же скажу вот она уже даже он да он видит немножечко в объеме не линейно в объеме но вот его даже я с вами разговариваю я рисую да вот мало того меня даже дома одно время я собирал когда были всякие совещания что идет совещание как бы разговариваешь решаешь вопрос а параллельно ты как как-то создаешь чего что-то . но может кажется когда что твоей рукой кто-то вводит но целые полотна получаются иногда ты можешь понять что это такое вот то есть к чему я веду то есть рисование как возможность что-то ну изобразить отобразить да это может быть даже еще и сканер нашего мозга того что там происходит то есть от того что рисует ребенок например если ему дать свободную тему у меня просто был то тоже такой случай если ребенок рисует какие-то странные ну такие вот наверное может быть надо и к врачу обратиться есть уж так но на самом деле психологи они как раз работают с этим потому что это во-первых связано с цветом потому что цвета восприятия у человека как раз говорит о его психологическом развитии то есть если он больше у него выплескивает да на свой рисунок там красная черно-желтая это тревожность если у него постоянно синие холодные цвета значит у него там или фиолетовый да значит не водит там депрессии да 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 и ну а зеленая это хорошо да поэтому он такой цвет да да и поэтому вот я когда работала с маленькими детьми мы рисовали я вижу вот например ребенок я понимаю что то что за там семье я пыталась так потихонечку убирать от него черным цветом и вообще стараемся не пользоваться потому что это очень особенный цвет и он очень много на себя берет ночи бы это же интересно но это когда ты как творчество черный включаешь они как ты выражаешь только я не занимаюсь психологией поэтому я хочу чтобы они видели иначе не может наоборот я смещаю их окну точку зрения акценты вот с этого вот негативного на позитивное потому что каждый человек вот это на мой взгляд да мне вообще интересен человек но я не стала психологом возможно мне кажется что любой тому что ну да творческий человек психолог то в какой степени вы же педагог тем более к чему вам говорю что мне очень интересен человек сам по себе поэтому я одно время себя позиционировал как в своем творчестве как портретист я перерисовала огромное количество людей и я искала не только видимо вот эту как вы говорите мастерство до схожесть а я искала какие-то зацепочки такие вот и если вы говорите о рубинсе да там эпоха возрождения она вообще как бы целая целый культурный пласт целая эпоха это далеко но это далеко для меня я могу восхищаться я видела подлинники но например для меня есть более таки ближе ближе близкие к нам по времени художники например я очень люблю серого он были на той выставке должны я была на первой выставке которая когда открылась после ремонта третяков а это была большая выставка собрание со всей россии серого мы ходили с моей подругой она тоже портретист м4 раз подряд мы просто ну вот я не знаю мы стояли мы наслаждались вы же тоже в те времена наверное учились вы помните книг не было по искусству да их было сложно ну во первых не забывайте что много было запрещено а тут если у автора что-то да тут мы видели своими глазами в подлиннике мы мы просто вот стояли там рассматривали каждый штришочек каждый мазочек но это вот то что было нашего портреты это было для меня вот какие-то работы у меня остались потому что в те времена мы ничего не сохранили но поняты те времена без наших телефонов сегодняшний когда раз чекнул от а также на планшете рисовать то может да ну я рисовала на планшете не мою него вот мои студентки есть одна очень замечательная студентка было очень много хороших у меня студенток очень замечательных способных очень но почему-то вот сверкнули только две и они вот ну и думаю я не зря живу но вот раз они такого уровня то есть они достигли ведь для того чтобы сделать сегодня карьеру недостаточно только способностей и даже образование вы понимаете для этого нужен стержень и я считаю что у каждого человека вот этот стержень должен быть чтобы он даже творить мог понимаете иногда человек просто за какими-то жизненными коллизиями забытом за каким-то теряем он просто становится средненьким сереньким человеком хотя внутри богатства но вот вернусь все-таки к работе с детьми сейчас в городском укреберцы мы часто приглашаем сюда в студию дополнительное образование то есть родители все время ищут чем как увлечь ребенка и так далее ну опять же все дед детки рисуют но где-то заставляют где-то вдруг он начал сам чет там мелками я помню я тоже когда-то пытался что-то мне сделать при меня никто даже не составлял потом это как-то вну ушло вот при этом конечно меня может быть даже жалость какая-то осталось то и узнает что вот может быть это остатки из той нереализованной какой-то истории с другой стороны вот это воспитание искусству вот если брать дополнительное образование вот когда люди приходят к вам приводят значит детей что на выходе должно быть но не каждый же должен стать художник это зависит от возраста и от запроса вы с разными категории работаете так со всеми потому что даже сегодня у меня есть дети даже не дети я работаю в творческой мастерской краскова и люди люди приходят с разным запросам например у меня есть мальчик который собирается поступать марки он пришел ко мне с нуля в 13 лет и вот мы с ним занимаемся готовимся то есть в 13 лет он ни разу не рисовал вот мы с ним сейчас дорогой занимаемся черчение потому что черчения в школе сейчас нет да 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 а это же вы знаете черчение это же образное мышление тоже нас лишили его и порядок я потом с этим столкнулся когда пошел на физтех а там же как бы 3d начертательная геометрия это было конечно совсем другая история ну ну хорошо вот так и да и потом предположим пришел папа с девочкой и мама потом приходила на год я говорю в чем дело она говорит пожалуйста пусть она дома не рисует на потолке на стенах на шкафу у них полы все изрисовано и заодно я говорю ну знаете девочки восемь лет да я грану ей быть вы будете сидеть папа и будет скучно одна девочка восьмилетняя давайте вы тоже будете рисовать и вот они сейчас на перегонки вдвоем разрисовали весь дом нет они рисуют а им некогда теперь потому что они получают новой тех тех техники какими рисовать но они осваивают новые инструменты даем задание им приходится думать потому что рисование то мозги я всегда говорю не только физтех мозги до нарисование мозги это вот я говорю если руки работают это влияет на мозг это с маленькими что вот у меня были самые маленькие с трех лет я занимаюсь с детьми и я все время работала с детьми от 15 лет и вдруг я вот у меня появилась малыши в моей жизни да у меня да я сначала думала ну вот я никогда не буду работать с возрастом детского сада я пугалась вообще этого возраста потому что дети не понимают что от них хотя они еще в своих желаниях больше чем в том что они от них чего-то требует хотят что-то им показывает они вот будут делать что хотят но сейчас к счастью появилось такое понимание как пальчиковое рисование тогда можно даже без инструментов только красками руками и очень много нетрадиционных техник которые сейчас очень много используют детском саду и любой ребенок который не умеет рисовать он все равно что-то такое нарисовать чего никогда не рисовал и этим можно восхищать художник-педагог елена михайловна байрамова еще раз напомнила всем и взрослым кстати и детям самым разным возрастом что умение не только пытаться понять искусство посещать выставки это действительно сейчас популярны люди очень очень популярно но есть куда полярно сейчас и рискнуть рисовать и писать картины можно попробовать в любом возрасте кто его знает кто его знает спасибо вам огромное напомню что была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания